МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще 15 жителей Донецка накануне погибли после обстрела украинской армии обстановки общественного транспорта в Ленинском районе города. Совет безопасности ООН ночью осудил это убийство и призвал наказать виновных. Война на Донбассе разгорелась с невиданной до этого времени силой. Это программа «Специальный корреспондент» в студии Евгений Попов. Здравствуйте. Наши специальные корреспонденты с самого начала новой эскалации обострения работают на Донбассе. 31-й блокпост нашего спецкора Александра Рогаткина мы увидим совсем скоро. Это он сейчас на телекадрах. И тот самый блокпост, откуда пожилым кварталом Луганска вела огонь украинская артиллерия. Этот блокпост ополченцы отбили, Александр побывал там. Еще увидим репортаж Александра Бузаладзе из Донецка, который, кажется, обстреливают просто 24 часа в сутки. Также познакомим вас с людьми, которые в Европе пошли против течения. На неделе в Цюрихе активисты прямо сказали Петру Порошенко, кто несет ответственность за гибель мирных людей на Донбассе. И этих людей я нашел. Владимир Вольфович, мы видим, что украинская армия нарастила силы на Донбассе. Но при этом линия соприкосновения, по сути, линия фронта, она остается той же самой, что и была до этой эскалации. То есть не производится каких-то крупных наступательных операций. И за исключением, пожалуй, аэропорта и еще нескольких блокпостов. Так зачем же Киев непрерывно бьет по жилым кварталам и при этом не наступает? Наступать Киев боится. Даже если еще в два раза увеличить украинскую армию, поставить еще самое мощное оружие, они боятся ответного контрнаступления, падения Мариуполя и освобождения еще больших территорий страны ополченцев. Тогда они тактику самую изуверскую бить по гражданским объектам, по центру и вообще, по жилым частям Донецка или другого города, занятого ополченцами, чтобы провоцировать нас. Сейчас они говорят, мы говорим, вот погибло 15 человек, 20, 30. Но с того дня, когда Киев будет говорить, что убивают русских, в аду нет, думают, что реакция наконец-то наступит. То есть провоцируют нас, чтобы мы могли больше помощи оказать и, возможно, даже какие-то более решительные действия. То есть обычно государство разваливается, агония, они всегда разваливаются, но тогда были только внутренние силы. Сейчас из нее подпитка идет, поэтому пока они держатся, но Украины уже нет, она рухнула. Скажите, пожалуйста, почему, как вы считаете, сейчас не проходит наступает к операции? Есть минские соглашения, гарантами которых выступила в том числе и Россия, поэтому и украинская армия находится на своих позициях и с них не сойдет. Все остальное, все, что я слышу, об обстрелах, это все как бы надо доказывать, без доказательств. Хорошо, доказательства будут прямо сейчас и в материалах наших корреспондентов, и, естественно, в свидетельствах очевидцев. Денис Пушилин на студии. Скажите, пожалуйста, так почему происходит то, что происходит сейчас и в Донецке, и в Луганске? Украинская армия обстреливает жилые кварталы, но, насколько я понимаю, крупных наступательных операций не проводит. Я, наверное, выскажу здесь свою позицию. Здесь можно расценивать как вариант давления и в переговорном процессе в том числе. Которого нет, да, переговорного процесса? Фактически мы видим сейчас имитацию, к сожалению, переговорного процесса. То есть якобы Украина что-то делает, якобы встречается, якобы говорит, но в самые последние, в самые решающие моменты, то есть позиция меняется без всяких причин, и мы видим вот как бы те действия, которые совершаются. Более того, помимо обстрелов мирных граждан, мы видим и давление на мирных граждан, еще и с другой стороны, то есть экономическую блокаду, которая развернута полномасштабно. Буквально с позавчерашнего дня перекрыты все и грузоперевозки, и транспортные перевозки пассажиров как таковых. То есть может проехать... Конечно, мы видим и газопроводы уничтожены, и подстанции уничтожены. Совершенно верно. Как вы считаете, Сергей Михайлович, что происходит еще? Ну, кроме того, что вооруженные силы Украины боятся идти в наступление, понимая, что получат очень мощный отпор, у них еще нет реальных сил. Дело в том, что сегодня украинская армия не готова к наступлению и не готова по некоторым, нескольким факторам. Один из них материальный, оставлю за скобками. Самое главное, морально-психологическое состояние украинской армии. Когда они знают, что в Верховной Раде рассматриваются сейчас два закона. Один, который позволяет откупиться от призыва в армию, а второй, который дает право командирам в условиях боевых действий применять оружие против своих подчиненных и,ными словами, расстреливать на месте тех, кто якобы струется. Естественно, это не ведет к каким-то патриотическим чувствам и усилению. А то, что сегодня мы видим постоянные активные действия вокруг аэропорта, который перешел полностью под контроль вооруженных сил ополченцев, а для Украины это был некий фетиш. Это киборги, которые там бессмертны и непобедимы, а их победили. И поэтому они пытаются вернуть аэропорт себе. Мы обязательно обсудим это подробно, но прежде давайте посмотрим материал нашего специального корреспондента Александра Абузалаза, который работает в Донецке. Я должен предупредить, что кадры, конечно, тяжелые. Ленинский район Донецка. Завод Бассе, трамвайное кольцо. Мы можем наблюдать, с чем закончился утренний рейс троллейбуса 15-13. Это было прямое попадание. Несколько человек погибли на месте. Люди даже не поняли, что произошло. Взрывной волной выбило все стекла. И, к сожалению, мы можем наблюдать такую. Теперь же может быть для кого-то привычную картину современного Донецка. Донецка. Утро с 8.45 до примерно 9 часов. Самый час пик, когда люди едут на работу в самое оживленное место этого района, попадает около пяти снарядов. Разлет осколков где-то 180 градусов. И как раз вот в эту сторону и находился троллейбус, в который, собственно говоря, и попала часть осколков. Битком, набитый пассажирами троллейбус, прошивает сотнями осколков. Оглушенные взрывами люди в панике пытаются покинуть салон. На остановке, словно подкошенные, падают горожане. Эта женщина, испугавшись разрывов, пыталась покинуть опасное место. Но не добежала до укрытия. Истекающий кровью, смертельно раненый водитель троллейбуса, молодой парень, ему не было и 30-ти, теряя сознание, открывает двери. Люди вываливаются из окон, их тут же поддерживают, оказывают первую помощь. Кареты неотложек забирают раненых. На место прибыли бойцы Донецкой Народной Республики. От какой стороны пролетелся ряд с этой героином? Дело в том, что прошла информация, в городе действует диверсионно-разведывательная группа. И даже есть, по словам представителей Министерства государственной безопасности, очевидцы, которые рассказывают, как из мусоровоза, из кузова были произведены несколько гранатометных залпов, и после чего мусоровоз исчез в неизвестном направлении. Пока эта версия проверяется. Дом 42 по улице Куприна, еще сталинской постройки, серьезно пострадал. Жильцы разгребают образовавшиеся завалы и битое стекло. Еще один снаряд попал вот в этот автомобиль. Логан, в котором находился один человек, водитель, и, к сожалению, он даже не смог выбраться. Выбраться из машины сгорел заживо. По всей видимости, осколок пробил бензобак, и еще несколько попали в водителя. Важно отметить, Ленинский район находится вдали от боевых действий. Сюда не прилетали даже шальные снаряды. Представители миссии ОБСЕ, экстренно поднятые со своих уютных гостиничных кроватей, молчаливо фиксируют произошедшее. Недалеко от места попадания находится изолятор, в котором содержатся бойцы, взятые в плен в районе аэропорта Донецка. Что ты тут хочешь от нас? Иди, посмотри, что ты наделаешь! И вот одного из них, командира киборгов, этого старшего офицера нацгвардии, мы снимали еще во время самой первой ротации. Смотрите, у нас три КамАЗа получаются. Да, мы боимся. Привезли сюда, на место трагедии, чтобы он лично мог посмотреть на результаты украинской военной агрессии против мирного населения Донбасса. Его сразу узнали в лицо. Дончане. Трудно представить, что сделали бы с ним нацгвардийским офицерам местные жители, если бы не защита ополченцев. Народ требовал расправы на месте. Но к пленным в ДНР относятся гуманно. И лишь только ради высшей справедливости полковника привезли на место гибели 15 человек. На ротации под гарантией безопасности ДНР он выглядел уверенно и даже надменно. Откуда? В какой области? Сейчас этот человек выглядит совсем по-другому. А ведь это по его приказу была организована атака на Октябрьский район Донецка. Уничтожен Путиловский мост. После чего и он сам, и его люди попали в плен. Градик, подсвечу. Все, спокойно. Давай, 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 давай. И вот уже позже, после этих событий, продолжились обстрелы районов города Донецка. Благодаря тому, что бойцы батальонов «Спарта» и «Сомали» смогли отбить новый терминал, мы можем выйти свободно на взлетную полосу. Раньше такой возможности просто не было. Аэропорт, его новый терминал, уже неделю как взят бойцами батальона «Спарта». Самые последние кадры того, что сейчас происходит в новом терминале. Мы фиксируем, что боя внутри нового терминала нет. Он находится под контролем бойцов «Моторолы». В течение суток мы говорили, что отойдите, у них была возможность уйти, то есть они это все держали. Ну, они стояли до последнего, ну, а их правительство просто, получается, пленуло на них, бросит их здесь. Еще два прятались под завалами и надеялись переждать и ночью в тумане покинуть аэропорт, были обнаружены бойцами ДНР под завалами. Здесь произошел мощнейший взрыв в результате попадания в бойкомплект, который вызвал сильнейшую ударную волну, обвалились перекрытия верхних этажей. И вот вы можете наблюдать, как эти многотонные бетонные плиты упали вплоть до первого этажа и погребли под собой бойцов. И, может быть, благодаря этому бойцы Украины смогли выжить в этой ситуации. Сейчас им оказывается медпомощь. Все они доставлены были у госпиталя. Поражает количество боекомплекта, брошенного противником. Бойцы Моторолы батальона «Спарта» вот сумели уже себе собрать целый арсенал. Здесь как минимум 15 ящиков с цинком, с бронебойными патронами. Стрелковое оружие, патроны, гранаты, техника, оружие и стимула у нас гвардейцев и представителей правого сектора было достаточно. Наркотические вещества нам показывает Моторола. Их используют украинские нацисты, чтобы без страха сопротивляться и идти в атаку. Пусть врачи не нравятся. Пусть врачи не нравятся. То есть держать подальше от детей. Видимо, взрослая штучка какая-то. Какой-то психотропный препарат. У них у каждого вообще ампулы с обезбавивающим человек. И вот еще интересное устройство. Изъято у погибших бойцов нацгвардии в аэропорту. У каждого из них была такая... Ребята порасстреливали, и я одну успел отжать. Здравствуйте. Меня зовут Чарльз Стэнли. Вы слушаете подарок миссии «Соприкосновение с истиной». Сектантские молитвы помогали быть бойцам устойчивее. Плюс наркотики и словно настоящие зомби. Киборг мог больше суток без сна стрелять, атаковать, не боясь погибнуть и спокойно отправиться, как им обещали, в рай. Ну вот это... У каждого бойца, который находился на новом терминале, у каждого из них был такой вот... Это вот это... им дают вот это... Их просто зомбируют. Это такой бесплатный плеер, да? Да, да, да. А чего? Вот американские препараты, то есть их с медикаментов. Непосредственно все на английском языке. Пока бойцы «Моторолы» собирают боекомплект, 200-е украинской армии, это погибшие военные, извлекаются из-под завалов. Сколько здесь еще погибших неизвестно. Количество от 60 до 100 бойцов. Кого-то из них мы снимали еще живыми. И судя по напряженности, они предчувствовали еще тогда, во время ротации, что останутся в аэропорту навсегда. Страшно ли вы в аэропорт ехать? Нет, нет. Сейчас нет. Да и было не страшно. Я здесь для того, чтобы вот там эти страшилища не распространялись. Всюду в здании терминала расставлены растяжки, сюрпризы. Мины предназначались даже для своих в случае отступления. Сейчас мы попробуем войти в шахту, где гранатами и тротиловыми шашками заменированы лестничные пролеты. Вот, смотрите, если посветить туда, вот она, натягнутая эта монка, вот она, видите? То есть это вот как раз... Специально у въезды, да. Монк, да, направлено здесь. Бойцы Моторолы, несмотря на сильнейшие обстрелы, продолжают удерживать аэропорт. Они стараются прорваться отсюда. Пытались, пока здесь их находились люди, они сейчас еще не в курсе, что их нет. Они пытаются подвезти им боеприпасы, провиант. Но мы им этого не даем. Но снаряды пролетают часто мимо и попадают в гражданский сектор Донецка. Вот таким вот, собственно, образом, если, конечно, повезет и можно будет попасть в бронированный ПТР, и одолевается вот это вот небольшое расстояние от безопасного места, вот нового терминала. Это где-то около километра пути. Пути не очень простого. Пути, который сейчас в последние дни особенно обстреливается. Вот этот первый разрыв был. Повылетало все, что тут было. В принципе, это все сделали. Начали делать, и уже под вечер прилетел он сюда. Минные грады прилетают неожиданно. Мирное население страдает даже больше ополченцев. Сейчас реально один в десяти, но в десять мирных жителей поступает один ополченец. Больницы забиты гражданскими. Донецкие врачи работают круглосуточно. А что с вами случилось? Расскажите, пожалуйста. Наверное, обстрел был. Попали во время обстрела. Это какой район обстреливали? Это в Донецке, да? Это в Донецке, Киевский район. Под обстрел попал и британский репортер Грэм Филлипс. Только чудом не пострадал репортер из РЕН-ТВ. Местные жители в отчаянии покидают свое жилье, дома, квартиры. Быстренько в подвалы домов! Снаряды, выпущенные в СУ со стороны Авдеевки, попадают в дома дончан ежедневно. Лежали, плакали. Тетя говорит, крестилась, я так крестилась. Я говорила, боже, помоги. Котельная приняла на себя удар града. К сожалению, видим электрика, который находился до последнего на своем месте. Следил за оборудованием, чтобы горячая вода попадала вовремя к местным жителям. И был сражен осколками града. Наверняка сейчас едет скорая помощь, но помочь этому человеку уже вряд ли возможно. Еще один снаряд попал точно в детскую площадку. Буквально несколько секунд назад снаряд прилетел на территорию этого детского садика. И только по счастливой случайности никто не пострадал. Вот, пожалуйста, ближайшее попадание. Сейчас, к сожалению, интенсивность, обстрела города растет с каждой минуты. И эти события, скорее всего, связаны с тем, что взят Донецкий аэропорт, взят новый терминал. Бойцы вооруженных сил Украины выбиты. И вот такая, можно сказать, месть ополченцам и дончанам. Кто сюда стреляет, для чего это делается? Здесь ни одного ополченца, здесь никого не может быть. Здесь мирные жители живут. Вот мы, вот они мы. Ребят, где у нас автоматы, где у нас экипировка? Что вы по нам бьете? Попадание в цокольный этаж девятиэтажки чудом никто не пострадал. Дом практически разбит. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понял, повезло вам, конечно, сегодня. Можно сказать, что родились рубашки. Если бы кто-то здесь находился, то, конечно же, к сожалению, это могло бы плохо закончиться. И вот мы видим, что пострадал силовой троллейбусный электрокабель. Люди уже не могут добраться до города на троллейбушах, вынуждены идти пешком, потому что транспорт уже не ходит, не ходят маршрутки. Это место сейчас крайне опасно. Мы находимся, как я уже говорил, недалеко от Путиловского моста. И вот какое замечание. Мы можем наблюдать, что это уже не первый случай, когда артиллерийский снаряд вооруженных сил Украины попадает непосредственно в остановку и страдают люди. Складывается такое впечатление, что это делается целенаправленно, чтобы запугать местных жителей. А это магазин. После того самого обстрела, под который попали журналисты, мы разговариваем с Грэмом Филлипсом. Репортер подбирает слова. Это даже нереально. Я сам даже не могу объяснить, вид, я уже опытный, такие обстановки, я все равно в счет. Как вы сможете посмотреть на это? А я сам сегодня посмотрю, как вы сможете, чтобы Европа и США поддерживать этого? Кто стреляет? Какое направление? Это пески, это украинские стреляют. А такое произошло. Это разрушение. Вот, кровь здесь была на пол. Я раньше здесь был. Кровь там. Кровь там, шесть. Ранит здесь. Сейчас главная головная боль армии ДНР – защитить город и местное население от обстрелов. Сделать это можно, по их мнению, только одним путем. Отбросить войска ВСУ вглубь их территории. Что ж, это был репортаж, нашел спецкор Александр Обзалазу. Это ему аплодисменты за его опасную, но нужную работу. Чудовищная картина абсолютно представляется. И происходят сейчас страшные события на Донбассе, и в Донецке, и в Луганске. Но что это за тактика такая новая Киева? Обстреливать прицель на автобусной остановке, как мы слышим. Места, где скапливается много людей. Вы знаете, кадры, конечно, ужасающие. Вот этот гражданин Великобритании, журналистом в шоке. Грэм Филлипс, да. Вы знаете, я только об одном жалею, что нельзя туда, вот в этот израненный, измученный Донецк, доставить западных лидеров, чтобы они посмотрели своими глазами, что делает тот кровавый режим, который они привели к власти, который они сегодня накачивают оружием, деньгами и обещаниями. Ну, что касается поведения украинской армии, вы знаете, армия не может так вести на территории своей собственной страны. Очевидно, Донбасс уже рассматривается как потерянная территория. И тактика выжженной земли — это, безусловно, месть украинских силовиков за оглушительные поражения, потому что, по сути дела, вот эти хваленые киборги Порошенко — это был символ современной украинской армии, которые сидели в терминале аэропорта. Они сегодня вышвырнуты, а те, кто не вышвырнут, те погибли, причем бесславной, позорной смертью, брошенные своими же собственными генералами на произвол судьбы, без помощи, без медикаментов, без надежды на спасение. В этой ситуации, я думаю, что тактика действий ополчения может быть только одна. Чтобы исключить вот эти вот зверские актезис, только решительное поражение, поражение, которое потерпит в очередной раз Украина, будет способно заставить сесть Порошенко и достигать реальных договоренностей. В противном случае мы видим, что та перегруппировка, которая была возможна вследствие перемирия, была использована Украиной для формирования новых частей для массовых акций геноцида против мирных граждан Донбасса. Ну, мы видим, что эта перегруппировка, тем не менее, к никаким успехам не привела. Как вы считаете, Александр Алексеевич, что все-таки происходит? Почему остановки страдают, центральные улицы городов, жилые кварталы? Мне кажется, что киевский режим пытается сейчас всеми силами спровоцировать войну. Войну полномасштабную. Они ставят в положение людей, при котором люди теряют все, что у них есть, теряют последнее. И таким образом дальше разжигает эскалацию этой братоубийственной войны. Только, конечно же, зона буферная в состоянии эту ситуацию изменить. Но я бы очень не хотел, чтобы именно полномасштабная война сегодня началась, которая бы захватила всю территорию Украины. К сожалению, то, что делает сегодня киевская официальная власть, она делает все ровно для этого. Петр Николаевич, вы согласны? Мы очень рады видеть вас в студии. Петр Николаевич Симоненко, лидер Коммунистической партии Украины. Показчики, вы в подполе сейчас оказались в Киеве. Вы согласны с тем, что сказал Александр Евсеевич, что обстрелы мирных кварталов, уничтожение мирных жителей Донбасса, это используется как повод для новой войны? Вы знаете, я с ужасом смотрел эти кадры, потому что это мой родной город. Я в сознательную жизнь и работал, и стал на ноги в этом городе. Я знаю, какие там мужественные люди живут и работают. Поэтому я считаю, это преступление. Это преступление, как бы ни пытались аргументировать вот эти действия киевской власти, преступления киевской власти перед украинским народом. И я убежден, что недалек тот час, когда киевская власть будет отвечать на суде народа за то, что она совершила эти преступления. Федор Николаевич, вот как раз по поводу суда, здесь же большой вопрос. Мы видим, да, вот Виталий Тавич, мы видим, что наблюдатели от ОБСЕ постоянно на месте этих трагедий, на месте были в Волновахе, на месте здесь, когда была разбомблена остановка в Донецке. Они фиксируют эти преступления. А что дальше? В стол они отправляются? Ну, политическая команда не пересмотрена. Полномасштабная, информационная, военная, дипломатическая, экономическая, финансовая. Финансовые уже не могут тянуть, это поддержка киевского режима. ОБСЕ – это же не организация независимых людей. Там представлены конкретные страны. И страны, по большей части, поскольку это организация европейская, плюс США и Канада, по большей части те же самые, что входят в НАТО. Ну, как они будут действовать против политической воли своих президентов, премьер-министров. Но я хотел бы, присоединяясь к тому, что здесь сказали о целях вот этой ожесточенной агрессии уже просто исключить практически против мирных жителей, добавить два очень существенных момента. Безусловно, есть попытка спровоцировать Россию. Путин же сказал, мы не допустим уничтожение населения этих территорий. Вот хотят к этому подвести Москву, чтобы она просто ввела свои войска. Но те, кто сидят в Киеве, они преступники, они по горлу в крови. Порошенко, Яценюк, Турчинов, там всякие наливайчинки и прочее. У них нет выхода. Либо в суд, либо повесят на площади, либо победить. Чтобы победить, они же не сами воюют, нужно вот эту кровавую круговую поруку втянуть как можно больше вот этих солдат. Когда он обстрелал эту остановку, и там погибло 15 человек, он понимает, что его будут судить, когда поймают. И он будет за Турчинова сражаться до последней капли своей крови, чтобы его не повесили. Турчинов этим прикрывается. Это очень многое объясняет. Фактически они не верят, конечно, ни в какую победу над ополченцами. Стягивают войска только для того, чтобы потом откатиться на границе Луганской и Донецких областей и хотя бы заблокировать ее от дальнейшего наступления ополченцев. Я понимаю, у вас свое объяснение того, что происходит. Вы, по крайней мере, верите тому, что там гибнут мирные жители? И причем их гибнет, по последней статистике, гораздо больше, нежели... Безусловно, они все граждане Украины. У них у всех украинские паспорта. И у этих господ тоже. То есть это все наша боль. И вот сейчас услышали мы слова, что идет как бы экономическое, что нужно взаимодействовать. Украинская армия стоит на той линии разграничения, которая была определена в Минске. Идем через нее. Почему обстреливаются мирные жилые кварталы? Вы знаете, вот эта трагедия на остановке. Обстрел был минометный. Радиус, это в центре города. Радиус действия миномета 2 километра. Там и близко нет ни одного украинского военнослужащего. Никаких мусоровозчиков, никаких этих газелей там нет. Их бы давно нашли. Поэтому давайте говорить правду. Если просто обвинять... Давайте действительно говорить правду. Вышел уже сейчас доклад ОБСЕ об этом, который, собственно говоря, четко объясняет, что случилось. И судя по выводам наблюдателей ОБСЕ, которые были на месте, да, что вы хотели сказать, били это стороны тех территорий, которые контролируют... Два километра радиус мин, как они могут долететь? Мирных граждан, это, безусловно, преступление. И мы видим, что те события, которые происходят, они нарушают даже законы войны. Хотя это вроде бы абсурдное словосочетание законы войны. Но есть какие-то каноны, как ведут военные действия, военные подразделения. Когда убивают мирных жителей, это является преступлением против народа Украины, против народа Донбасса. И те, кто это делает, военные преступники. Что касается... Да, 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 пожалуйста. Можно у меня вопрос предыдущему выступающему? То есть, вы говорите, радиус действия минометов 2 километра, части украинской армии находятся на большем расстоянии. Не просто больше, в десятки раз больше. Понятно. Можно тогда вопрос уточняющий. Кто тогда организовывает минометный обстрел? Кто контролирует сейчас Донецк? Там всюду ополченцы. Да давайте вопрос тем, кто его контролирует. То есть, иными словами, вы говорите о том, что организаторами обстрела и уничтожения мирных жителей в Донецке является сама же Донецкая Народная Республика. Вы, как бы, вот это свое предложение дайте ОБСЕ, они его обсудят. Знаете, я вам очень ясно сказал, радиус действия миномета 2 километра. Вот ответ, Евгений, ответ будет очевиден по одной простой причине. Это четкая логика господина Порошенко и нынешних киевских властей. Почему они обстреливают остановки? Почему они хотят, чтобы были многочисленные гражданские жертвы? Потому что, как только это случается, случается это по вине украинских либо диверсионных сил, либо украинских вооруженных сил. Они тут же обвиняют ополченцев. И они хотят с больной головы на здоровую всему миру показать, что это якобы зверство ополченцев, террористов. Они хотят доказать, что вся Новороссия и все, кто там находится, вне закона. Что с ними нужно поступать как террористами. Их не жалко. Их нужно уничтожать. Но здесь я хочу сказать господам, которые представляют украинскую позицию. Ведь, к сожалению, сегодня уже украинское руководство, тот же господин Порошенко, Яценюк, тот же Турчинов, Коломойский, Гройсман, которые имеют украинские паспорта, но ментально, духовно они очень далеки от Украины. Им плевать на Украину. Потому что сегодня идет геноцид уже против всего украинского народа. По одной простой причине. Я вам скажу. Решает самого главного права гражданина, право на жизнь. Потому что сегодня идет третья волна, там четвертая волна мобилизации. Их бросают, необученных, в бойню. Потому что им наплевать на свой народ. И они хотят доказать кому-то, что вот они борются за некие идеалы. Хотя, естественно, они просто-напросто выполняют те указания, которые им даются Вашингтона. Это катастрофа. Это ужасная трагедия всего украинского народа, который рано или поздно поймет, как их обманывают. И спросит серий господин. Вы как раз сказали только что о реакции Вашингтона. Дело в том, что, кстати, даже Вашингтон и Брюссель сказали, что нужно провести расследование, если раньше во всех преступлениях голословно обвиняли ополченцев и Донецкую Народную Республику. Одно замечание. Одно небольшое. Секунду, секунду. Владимир Вольфович, да. Значит, здесь вот Вы измеряете километрами, где стоят твои войска. Но Вы же понимаете, что это не война между двумя армиями. Это гражданская война. И действуют диверсионные отряды. Это важно. И они могут взрывать где угодно. Поэтому километраж не измеряется здесь. Это идет уничтожение населения с одной целью. Вызвать озлобление. Нанести как можно больше жертв. И обвинять ополченцев и Россию. И это будет продолжаться. Они будут стоять на своих позициях. А взрывы будут продолжаться. А бомбить тоже Вы скажете. Авиация не действует вообще. Авиация после минских соглашений не летает. Вы стоите под небом Донецкой и видите ни одного самолета. Да, совершенно верно. Покажите хоть один самолет. Есть там самолеты украинские? Вы же сейчас стоите здесь. А самолет сейчас может сбросить бомбы. Да, конечно. Ну как Вы видите какое-то... Денис, скажите. Все-таки, да, секундочку. Спросим представителей Донецкой Родной Шпублики. Что же все-таки произошло с... Кто виновен в этой страшной трагедии? Вот давайте не будем уподобляться украинской стороне. В этот раз мы действительно убедились. Увидели, что даже Госдеп США сразу не бросился обвинять слепо. Но украинская сторона, видите, она уже начинает говорить. У них уже ответы очевидны. Откуда диверсионные группы, я Вам отвечу. Состоялся последний обмен. Вот, я просто один Вам только пример приведу. Пленных. Так вот, из 222 человек 16 было диверсантов. 7 было выявлено сразу. 9, к сожалению, успели покинуть территорию. Давайте объясним, что это за диверсанты. Люди заброшенные на территорию ДНР с украинской стороны. То есть они проникли на нашу территорию без документов, без всяких опознавательных признаков. Потому что пленных продолжает украинская сторона возвращать. Вообще просто без всяких удостоверений личности. Вот просто. И нам приходится их идентифицировать постепенно. Так вот, было заброшено 16 человек. 7. Один из них умудрился, это представитель одного из карательных батальонов. Ну, просто забыл выложить удостоверение. Вот так вот. То есть 7 было выявлено, а 9 они остались на территории. К сожалению, это так. Да, спасибо. Мы продолжим этот разговор сразу после молниеносного перерыва. У нас есть в студии, кстати, человек, который отказался от мобилизации. Здесь только что шла речь о ней. Кроме того, мы увидим фильм Александра Рогаткина, 31-й блокпост. И еще Цюрих, где президенту Порошенко в лицо сказали, кто же виновен в гибели мирных жителей на Донбассе. Это программа «Специальный корреспондент». Мы совсем скоро вернемся. Это программа «Специальный корреспондент». Мы продолжаем обострение на Донбассе и ежедневные обстрелы жилых кварталов. Гибнут очень много мирных жителей. У нас в студии Роберт Пшель, представитель информационного центра НАТО в Москве. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили о международной реакции уже немножко, и о том, что на этот раз Запад как-то сдержанно себя ведет. То есть, если раньше мы видели голословное обвинение ополченцев во всех грехах, во всех обстрелах, в гибели мирных жителей, то теперь Запад требует расследования. Что произошло? Это какая-то смена позиций, смена взгляда? Нет, я не согласен с этой оценкой, что Запад, якобы, можно говорить Запад, но международное общество ведет себя нечестно. Я бы сказал, сначала хотел, извините, пожалуйста, но хотел, Евгений, уточнить одну вещь. Вы сказали с самого начала программы, что, говоря о этой дискуссии в ООН, что там уже признаны виновны. Это неправда. Там не признаны виновны. Я сказал, что призвали наказать виновных. Вы сказали сначала, что это украинские войска отвечают. Мы этого не знаем. Я этого не знаю. Может, кто-то здесь знает, я этого не знаю. Это очень важный элемент, потому что международное общество, за каждым разом, как происходит что-то трагическое, то же самое незабываемое о Волхонке, да? Там тоже что-то произошло. Изначально мы слышали разные... Извиняюсь, это мой просто плохой русский язык. Мы слышали сначала одну версию, она потом не совпала с реальностью. Так что я бы призывал осторожнее, потому что с точки зрения того, о чем сказал, как в принципе, господин Хинштейн, с чем я согласен, нужно очень осторожно смотреть на проблему разжигания конфликта. Проблема в том, что то, что я потом услышал здесь, я боюсь, что это не помогает реализации этого принципа. Вторая вещь. Извините, пожалуйста, я не хочу, не могу вообще, у меня нет невозможность, нет права делать оценки. Но если показываются снимки с так называвшего марша позора, извините, такие вещи запрещены международным правом. Я ожидал, что кто-то в этом студии это скажет. Я этого не заслышал, поэтому я хотел это сказать, что это просто запрещено международным правом. Издевательство над клиникой. А вольпить Донбасс разрешает международное право? Секунду, секунду. Вы спросили по оценке международной общей, включая нас. Она такая, что есть... Хорошо, что вообще кто-то упомнил здесь Минский договор. Потому что когда я сегодня читал, я понимаю, это ваш коллега, сказал, что нас не интересует Минский договор, мы не заинтересованы перемирием, мы хотим только пойти на офенсиву. То я хотел спросить эту сторону, которая использует очень громкие слова. Здесь нужно, мне кажется, Роберт, давайте постепенно. Как это совпадает? По пунктам. Пунктов много. По пунктам. Ну, конечно, конечно, мы дадим вам возможность. Да, да, да. А может быть, господин Шевер все-таки сначала ответит на... Может быть, господин Шевер все-таки ответит на тот вопрос, который ведущий задал, потому что я, например, не услышал ответа. Изменилась или нет позиция Запада, в кавычках, как вы справедливо замечаете, и не утверждает сегодня Запад, а то оппозиция Запада остается неизменной. Понятно. И второе, и потом, Игорь Юрьевич, Запад не утверждает, что обстрелы мирных кварталов Донецка – это дело рук самих ополченцев? Знаете, я не буду делать комментарии по текущей уровне, потому что у меня информация. Спросите это, например, о БСА. Давайте подождем вообще, да, полного рапорта. БСА же выступило, и мы видели доклату БСА. Нет, мы видели доклату БСА. Только что произошла трагедия. Да, Игорь Юрьевич? Я что хочу сказать. Вот то, что мы видим, ведь это еще ужаснее, чем было в Югославии, Роберт. Это еще страшнее, чем было в Югославии. Как реагировала НАТО? Гуманитарная интервенция против Милошевича. По идее, если у вас позиция не изменилась за это время, вы должны были бомбить Порошенко, бомбить его резиденцию, разрушать мосты в Киеве, наносить удары по ключевым опорным пунктам украинской армии, которая сегодня совершает то, в чем вы обвиняли господина Милошевича. Ну и финальный вариант. Господин Порошенко должен приехать в Гагу, где в отношении него должен быть проведен открытый, подчеркиваю, справедливый судебный процесс. Какие слова не помогут миру? Позвольте мне и сказать, Игорь Юрьевич, который вам помогут. Но как человек, неужели вас не ужасают вот эти массовые расстрелы гражданского населения? И какое, извините меня, ополчение будет заниматься уничтожением себя, своих семей, домов и так далее? Ведь это же безумие. Роберт, мне показалось, что все-таки ужасает, мне показалось, что вы отвернулись, когда были некоторые страшные кадры, показывались в фильме Александра Базаладзе, что вы даже уводили взор. Хорошо, мы к этому обязательно вернемся. Петр Николаевич. Я хотел бы одну только реплику высказать по поводу вашего вопроса. Я в прошлом году немало времени потратил, чтобы, встречаясь с европейскими политиками, изложить свою позицию, что надо делать в Украине. Что меня волновало в этих разговорах? 21 век. Приглашая Украину в Европейский Союз, оказывается, европейские ценности они у себя защищают, а на территории Украины никто не собирался защищать. Я объясняю, как могли подписывать указ о начале террористической операции против украинского народа и бросать армию, бронетехнику, самолеты, когда украинский народ, проживающий в Донбассе, требовал решить вопрос о статусе языка, о федеративном устройстве или децентрализации власти и в вопросах местного бюджета. В общем-то вы спокойно бы решили эти вопросы в раме, депутаты. И вы знаете, они смотрят удивленно, говорят, как, разве это, а не сепаратистки. Я говорю, какой сепаратизм? Там люди требовали те принципы, которые объединяют Европу, чтобы они были реализованы в Украине. И отказались же. Но мне потребовалось очень много времени. Сейчас вы видите, все-таки есть некий перелом. И я удовлетворен тем, что начинает меняться позиция некоторых политиков в Европе. Вы считаете, что есть перелом, Костя? Ну, перелом, пока что перелома нет. Сейчас можно говорить о каких-то ситуативных моментах. Я говорю в Европе. В Европе. Я за европейских политиков. Что касается Европы, Европа устала сама уже от ситуации, которая сегодня... Которая сама и со стола. Которая она имеет тоже и отношение. Потому что, на самом деле, достаточно узко рассматривать, что то, что происходит в Украине, это все привнесено извне. Да, есть внешний фактор. Он влияет, он серьезно влияет. Но есть и наши внутренние проблемы, которые, в принципе, на протяжении 23 последних лет вели нас к тому, что сегодня мы наблюдаем. Что касается ситуации, задаемся вопросом. А кто виноват? Зачем, в принципе, все это происходит? С какой целью вот эта бомбардировка? В ходе боевых действий иногда возникает ситуация, когда сложно искать логику в каких-то вопросах. Потом уже победители когда-то напишут историю и будут обосновывать, зачем все это сделано. Я могу только объяснить то, что вот здесь постоянно говорят о том, что вот украинская власть решила, предприняла какие-то моменты, но вот эту бомбардировку. Но дело в том, что и украинская власть тоже не монолитна. В ней тоже есть свои ястребы, и есть те, которые говорят о том, что необходимо решать вопрос мирным путем. Вполне возможно, что это создано только для того, чтобы сорвать мирный... Порошенко, как вы считаете, в каком крыле? Вы говорите невнолитно. То есть, рассложили мысли о том, что партия войны — это Яценюк, а Порошенко — голубь мира? Называть голубя мира его сложно, но в то же время... Он сам себя назвал президентом мира. Но в то же время я бы сказал бы, что он как раз больше готов к переговорному процессу, чем его коллеги по власти. Давайте спросим у людей, которые все-таки страдают от этих бомбардировок, и здесь у нас в студии. Вы как считаете, почему вот на вас обрушилась вся мощь украинской артиллерии и украинского оружия, а не на ополченцев? Очень просто. Кто жил в Донецке, в Луганске, непринципиально сейчас разговариваю, они знают силу характера дончан. Это немножко брутальные люди, немножко где-то грубые, немножко хвастливые. Но у них есть одна черта, одна, если они любят, они любят до конца. Или если они ненавидят, они ненавидят. Поэтому мы любим свою родину, мы ее защищаем. Мы не можем предать ополченцев. Да, нас обстреливает, обстреливает украинская армия. Хочу ответить артиллеристу, вот тут, Киева Великому. Я там был, он не был, он не знает, наверное. Это были минометы 120-мм калибра, они бьют на 11 километров. Они попадают в зону действия украинской армии, поэтому, ну, сложно сказать. В вашем районе что происходит? В моем районе назревает гуманитарная катастрофа. Целенаправленно обстреливаются коммунальные объекты. Есть такая Верхнекальминская водонапорная станция. С нее выходят три нитки водоводов, которые обеспечивают Донецк. Диаметром 1300 мм каждый. Позавчера были они очень точно обстреляны, практически не было попаданий мимо. Перебиты два водовода. Поэтому тут я подчеркнуть хочу, если они хотят стрелять точно, они стреляют очень точно. Да, это мы видим. Здесь важно подчеркнуть, что гуманитарная катастрофа – это следствие этих обстрелов, потому что не только гибнут мирные люди, но и те, кто остаются в живых, остаются без газа. Давайте дождемся результатов расследования. Давайте говорить прямо и честно. Там не было 127-метровых минометов. Да, важнее другой вопрос. Вот все-таки, если прошлое эскалация… Правда, правда самое главное. Правда самое главное, естественно. Поэтому давайте ее добиваться. Если правда самое главное, и во многих других, и на международных площадках мы с коллегами говорим, обращаясь к международному сообществу, обращаясь к ОБСЕ, к другим организациям, проведите объективное международное расследование того, что происходит на Донбассе. Сами, своими глазами, проведите все необходимые следственные действия. Мы живем в 21 веке, техника шагнула далеко. Споры о том 80- или 120-мм минометы и подобные споры сразу будут поставлены точку. В чем проблема? Если правда для нас с вами является непреложной и главной ценностью, если задача международного сообщества установить истину и четко понимать и знать, что там происходит, тогда почему до сегодняшнего дня такое международное расследование не начато? Здесь сложно не согласиться. Мне подсказывают, что у нас пришел совсем свежий материал нашего спецкора Александра Бузаладзе о том, что сейчас происходит на Донбассе. Давайте посмотрим. Ополченцы взяли еще одну стратегически важную площадку. Буквально короткий эпизод. Этот пост мы снимали совсем недавно. Брали интервью у тех бойцов, которые стояли на этом блокпосту. Но сейчас, как вы видите, ситуация кардинально изменилась. В результате освободительной операции пост заняли бойцы Донецкой Народной Республики. Вот они здесь стоят. Флаг Украины, который в спешном порядке даже был не собран, брошен вот так вот на землю, оставлен здесь. Сейчас по нему проезжают автомобили. Никто его не хочет поднимать. Как прошла операция? Ну, нормально. С этой стороны 9 пленных, 4 убитых. У нас в потере 7 раненых. Им сразу было предложено сдаться. Они отказались. Уйти тоже не захотели. Вот это вот, я так понимаю, бойцы правого сектора, которые не пожелали сдаться? Да, это те, которые стреляли до последнего, держали оборону тут. Одного из них уже жена выезжает, заберет. Ну, вот, как и украинская армия, если им надо, их не люди. Они все из Днепропетровской области. Жалко, конечно. Те, кто были ранены, мы им оказали первую помощь и отправили в институт травматологии. Это что, это в переводе с украинского рабовладелец? Рабовладелец. Это что, позывной или они себя считают? Нет, это у них... У каждого. Идет... Это типа своего рода такого шеврона. 500 метров на запад бойцы Донецкой Народной Республики оборудовали передовую. И сейчас точно так же, как и с аэропортом Донецка и новым терминалом, можно утверждать. Трасса Горловка-Донецк освобождена батальоном Востока армии ДНР для свободного проезда. Вот такой короткий бизон, который мы получили Александр Абузалаза. Руслан, вы же из Ивано-Франковска, да? А вы в армию украинскую не пошли, чтобы рабовладельцем не быть? Ну, во-первых, хочу сказать, что есть такой специфический тяжелый военный юмор. Если мы будем ситуацию строить именно на таких инсертах, ну я как телевизионщик, вы понимаете, о чем я в ставках, но мы не вырулим с этой ситуации. Я вам скажу, что рабовладелец, это как бы стебутся от штампа, который впервые прозвучал именно на русском телеканале, что... Но это не мы делаем, да? Не, я не знаю, какой канал, я телевизорчик, я не смотрю телевизор, но знаю, что двух рабов едут в Западную Украину, чтобы взять себе двух рабов здесь, на Донбассе. И тем не менее, с такими нашивками воюют сейчас на Донбассе. Давайте вашу историю. Почему вы? Перед тем, как сказать именно свою историю, я хотел бы обратиться к Владимиру Вольфовичу, потому что я в волею случая попал в эту аудиторию, а мы с ним, как бы его отец в Западной Украине, так же я в Западной Украине, и он должен подтвердить, ну или хотя бы промолчать, о том, что когда УПА воевала до 55-го года, ну до 56-го, да, украинская апостальская армия, потом выяснилось, что в конце, что это были все диверсионные группы тогдашнего МГБ, НКВД. То есть, поймите правильно, на войне, если на войне... А зачем же они тогда остались? Зачем же они на полисах бегали? Да, они сейчас появились вот эти нацисты. Смотрите, все время, что во всех военных действиях, которые именно между населенных пунктами, где густонаселенный район, они делаются диверсионными группами. Мы не можем знать, только когда, даст Бог, политики одумаются и уже как бы устанут фикулировать на теме войны, и будет мирное соглашение, только тогда мы узнаем, чьи были диверсионные группы. Давайте тогда все-таки вашу историю расскажем уже после небольшого перерыва. Владимир Вольфович, к вам было обращение. Все-таки, наверное, важнее, как завершить, как сейчас остановить кровопролитие, потому что раньше его остановили Минские соглашения, а теперь что остановит? Теперь в безвыходном положении оказался Киев. Он не в состоянии вести полномасштабную войну. Он с трудом удерживает позиции, которые определены Минским соглашением. И вот в порыве этой агонии, злобы уничтожает, так сказать, мирное население. Вот в Западной Украине там мало людей все-таки. Киев бережет Западную Украину, а здесь русских на русских стравливает. И пленные русские, и ополченцы русские, и убитые русские. То есть опять... Владимир Вольфович, секунду, секунду. Там кто, чьи были дивизионные отряды, сейчас-то что происходит? Вы же видите, большинство жителей Западной Украины... Владимир Вольфович, на этот вопрос мы обязательно сотретим сразу после молниеносного перерыва. Кроме того, посмотрим фильм «31-й блокпост Александра Рогаткина». Оставайтесь с нами. Владимир Вольфович, вы сразу после перерыва. Это программа «Специальные корреспонденты». Мы продолжаем. Страшные кадры мы увидели в репортаже нашего специального корреспондента Александра Бузаладзе из Донецка. Буквально через две минуты еще один репортаж. «31-й блокпост». Его автор Александр Рогаткин, который работает в Луганске. Владимир Вольфович начал в конце прошлой части говорить о том, что происходит. Здесь вот еще важная мысль, которую Роберт озвучил. Сказал, что зачем вы это показываете, говоря, собственно говоря, утверждая, показывая на кадры, как проводят пленных по Донецку. Правильно? Вы эти кадры имеете в виду. Почему делать такие марши? Нарушение конвенций. Это запрещено международным правом. Да, да, да. Но как вы считаете, вот многие сейчас говорят, что на это невозможно смотреть, но это нужно видеть. Вы согласны с этим? Здесь, Роберт, вы не ответили на вопрос, изменилась ли позиция Запада к нынешним штатам. Но позиция НАТО ведь изменилась. НАТО опять хочет восстановить военные отношения с Россией. Это страх НАТО. Потому что не имея военных отношений с Россией, НАТО может оказаться втянутым в войну. И то же касается показывать или не показывать эти кадры. Если бы шла война между двумя государствами, Роберт, вы были бы правы. Но здесь не действуют конвенции. Здесь нету пленных. Здесь идет бандитская война. Здесь меня согласны. Хамская война. Они убивают мир и население. Бандиты никогда не действуют по правилам. В этом смысл криминала. Он нарушает правила. Нарушает законы. Вот в этом смысле важно, кстати, выяснить, кто сейчас противостоит ополчению. Потому что раньше мы знали, что шла речь о батальонах Национальной гвардии. Мы постоянно их упоминали. Они не скрывали свои имена. Азов, Донбасс. Но в последнее время мы все чаще получаем сообщение о том, что они просто отказываются воевать. Боятся идти на передовую. Игорь Юрьевич. Да, националистически настроенные батальоны, казалось бы, самые верные бойцы, штыки режима. Они не идут в атаке. Они отказываются. И это не какая-то пропаганда. Это заявление, которое сделал помощник президента Украины по военным вопросам. Я о чем бы хотел еще сказать. Ведь война идет не только, собственно, ту, которую мы видим. Война идет и в медиапространстве. Причем и в Службе безопасности Украины, и в Генеральном штабе вооруженных сил Украины сформированы специальные структуры, которые занимаются информационно-психологическими операциями. И вот сегодняшний фейк, который широко распространяется по соцсетям и вбрасывается в пространство о том, что якобы кто-то утверждает, что одна из российских воинских частей, бригада западного военного округа должна быть в срочном порядке переброшена для участия в боевых действиях на Донбасс. Причем там же отмечается, что 70% личного состава это солдаты-срочники. Слушайте, ну вот когда Саманта Пауэр в совбезе ООН на голубом глазу заявляет, там есть 5 или 9 тысяч российских солдат. То же самое заявляют наши западные коллеги. Покажите хотя бы одного российского солдата, который воюет на Донбассе. Под камеры, под камеры западных журналистов эти самые ополченцы открывают свои украинские паспорта и показывают «мы граждане Украины». Таким образом идет внутренний вооруженный конфликт между двумя частями Украины. Та, которая хочет убивать, а вторая часть, которая сопротивляется и не хочет, чтобы их убивали. Вот это главное содержание сегодня. А те, кто занимается информационными провокациями и вбросами, повторяю еще раз, при мощной спутниковой группировке США и НАТО, 24 часа, все мониторится абсолютно, ни одного доказанного факта российского военного участия в боевых действиях на Донбассе не было и нет. Знаете, что... Да, Виталий Дович. Вот уже почти год мы в этой студии, в других студиях, в этом составе, в нескорянном составе ведем эту дискуссию. Видим, что каждый остается на своей позиции. В том числе и представители НАТО и вообще Запада здесь, в Москве. Вы попали, я в данном случае конкретно говорю о НАТО, вы не слушали умных людей в Москве. Вам говорили, что нельзя верить нынешней киевской власти. Первое. Ни одно их обещание, которое они вам давали, захватить Донецк, захватить Луганск, не сбылось и никогда не сбудется. Ни одно их слово не подтвердилось. Все, что они говорят, ложь. Иллюзии и черноводские футболисты. Ну да, да. Все ложь. Причем ложь весьма двусмысленная. Когда в Волхованке... Волновахи. Волновахи, извините. Волновахи миной разбили автобус с жертвами. Тут же Киев заявляет, что это ополченцы. И вы за меня не повторяете. Сейчас вы говорите, давайте дождемся расследования. В Одессе сожгли больше 50, а скорее всего больше двух сотен людей. И вы делаете вид, что ничего не было. Понимаете, вы выбрали дурных союзников. И вы с ними проиграете. Это первое. И второе и последнее. У меня вопрос метафизический. Вот что еще должна совершить вооруженная сила Украины? Жечь сколько дворцов культуры с живыми людьми. Разрушить сколько роддомов. Сколько троллейбусных остановок взорвать с людьми, чтобы вы, наконец, честно признали, что этих людей нужно судить, а не прикрывать и не поддерживать. Роберт, вы хотели высказаться. И здесь, продолжая слова Игоря Юрьевича, в НАТО ведь заявили и опровергли заявление Порошенко о том, что российские войска, он сначала сказал, что 8 тысяч, 9 тысяч. Это целая дивизия, как ее можно задействовать. Насколько я понимаю, что в штабе НАТО сказали, что эту информацию подтвердить не могут. Можно ли это считать официальной позицией Альянса? Три вещи могу сказать? Да, конечно. Без перерыва, если можно. Первая вещь. Ответ на ваш вопрос. Да, мы не говорим в НАТО по конкретным числе. Есть поэтому очень даже и технические причины, потому что границы между Украиной и Россией в практике ей как бы то не было. Она там пересекает все время. Оружие, люди и так далее. И это очень сложно уточнить. А ОБСЕ, перепреждая потенциальные вопросы, если те, которые занимаются конкретным, знают, что у них только там 2 или 3. Очень их мало на этом. Они не могут. Россия не согласилась на то, чтобы больше таких мониторингов. Вторая вещь. Вы, извините, с полным уважением мне дали очень много советов. Я все прослушал. Я в ответ, там тоже совет. Я умоляю вас, Дмитрий Вольфович. Не пугайте НАТО, НАТО вас не будет пугать. Это неправильная дорога. Потому что ведущий военный представитель НАТО рассказал о желании НАТО, который тоже не понимает, что нужно держать каналы потенциального обмена информации между натовскими военными и российскими. Это не со страха, только с ума. А главная вещь, это третья вещь, которая в каком-то смысле отвечает на разные советы, я отметки услышал. Ничего не изменится в позиции не только НАТО, Европейского Союза, вообще международной области. Пока не придет одно изменение в позиции России, которое мы сегодня здесь услышали. Нет уважения для Украины как самостоятельного государства. И поэтому нарушаются разные законы. Поэтому и сепаратисты, и Россия может думать, что можно делать что угодно, а потом говорить, что все в порядке. Из этого нужно начать. Или Украина является суверенной страной со своей территорией, которая имеет право вести... Это на самом деле, Роберт, никто и не опровергает. Но это сундаментально. Без этого мы не пойдем вперед. Роберт, Евгений, мы задавали вопрос. Да, Евгений. Секунду, Владимир Вольфович, что вы спросили. Вы были бы правы. Давайте все соблюдать в рамках закона. Но ровно год назад, в феврале, даже еще нету 11 месяцев, вы участники совершения государственного переворота. Вы убираете законного президента, приводите к власти эту вот хунту, эту клику. Ну как вы нам сегодня рассказываете, что мы должны что-то делать? Но вы же ночью, ночью, вы находитесь в Киеве. Подписывайте, куда сбежал. Если под дулом пистолетом, так ему угрожали. Сначала он в переворот, а потом он в сбежал. Справа власть захватили. Справа его отстранили от власти. Захватили власть. Давайте все делать в рамках закона. Верните Януковича, пожалуйста. Зайкера, где? Верните, законного президента. Но тем не менее, так не происходит. А что происходит сейчас в Луганске, мы увидим в репортаже нашего спецкора Александра Рогаткина. 31-й блокпост называется его материал. После тяжелейших боев ополченцам удалось захватить 31-й блокпост украинской армии. Сейчас мы вместе с ними входим на его территорию. Привет, братья! Батальон под командованием Дениса Кудрина встречается с отрядом ополченцев, которые штурмовали 31-й блокпост со стороны города Фрунзе. Сука, нас здесь как обложили с Деном. Так, вышли в батальон с двумя золотами и танковой ротой. Все. Потеряли? Есть с нашей стороны двое убитых, один раненый. А у них? У них? Ну, более 15 точно убитых, раненых не считали. По броне, вон сейчас увидите, сколько набито. В поле сожженная украинская бронетехника. БМП одно, второе, УАЗик медичка, танк уничтоженный. Они забрали раненых, погибших? Они? Да, это забрали. Ну, есть много крови где находится. Много было погибших. Ну, вчера мы заходили, когда при штурме, три человека прямым выстрелом танка убили, пять человек с ПК положили, вот в этом блиндаже здесь. Ну, и вот остальные уже потом в ходе боя. Ну, около 15. Ополченцам досталось сброшенное оружие, боеприпасы, две целые противотанковые пушки. Трофей богатый, что захватили? Вот так, потихоньку, по чуть-чуть. Этого чуть-чуть хватит, чтобы вооружить целую роту ополченцев. Багажем мы укропом. Агрессы, стрелковое оружие, видите, даже окорресует большая редкость. Судя по всему, обороняли блокпост тернопольские десантники, бросившие при отступлении свой флаг. Подразделение с Тернополя, вот как вы видите. Написано на флаг. Ну, десантую, в основном, потому что в вещах много тельников мы нашли. Подбрось! Давай! Среди ополченцев тоже есть выходцы с западной Украины. Давай, давай, давай! Петр Кравец родился под Ивано-Франковском. Я начал воевать еще и в Краматорске. Я не здесь, я в Славянске, в Краматорске. Ребята, я воевал. С первых дней войны. То есть здесь ваши земляки стреляли? Конечно. Ну, не мои земляки, мои земляки, братья, это все, что со мной. А остальное, это все. Я их не считаю земляками. Я даже со своим братом воевал родным, которым написал ВКонтакте, что я видел его, он свои фотки выставил в аэропорту в Донецку и в этом. Так почему вы воюете за это? За что? Я почему? Потому что у меня в Макеевке сын есть. Вот это мои братья, это моя земля. Захваченный блокпост заливает то дождь, то град. Всю ночь работали по нам градами здесь. Выстрел. Не успевают отстреляться минометы, начинают беспокоить снайперов. Но отбить блокпост украинской армии так и не удается. Все города и поселки вдоль линии фронта сейчас под постоянным обстрелом. Первомайск, Фрунзе, Славяно-Сербск. Впервые за все время гражданской войны системы залпового огня крупного калибра обрушились на стаханов. Пять человек погибли. Среди них двое детей. Кажется, что украинская армия мстит за свои поражения и бьет, не разбирая по площадям, по жилым кварталам. Вот в этот двор, прямо на детскую площадку, упала ракета системы «Ураган». Сотни жителей двух пятиэтажек остались без жилья. Уже жизни нет. Наша жизнь вот закончилась. Родились в войне и погибли мы. Все это опаленные дома, двухметровые воронки, сожженные машины показывают волонтерам из Львовской области. А как же за деточек, которые погибшие, которые калеки остались? Как их можно это простить? Не то, чтобы они специально сюда приехали. Просто везли продукты на украинский блокпост. А навигатор повел как короче и вывел прямо к ополченцам. Те решили им экскурсию устроить по разбитым городам, чтобы развалины увидели и кровоточащие раны стариков. Да, добраче кровь ушло. Часа полтора потекла кровь, начало засыхать. Подъехали девчата, говорят, поехали с нами. Я говорю, да, оно уже засохло. Ты смотришь телевизор, это одно. А когда ты на месте, когда ты это все видишь, когда слышишь крик души, как люди. Но я не знаю, как предать это словами, но это очень тяжело. Тяжело, когда люди теряют родных, близких. Но это правильная война, это гражданская война. Это антитеррористическая операция. Что это? Это гражданская. Телевизору показывают, что это антитеррористическая операция. Что здесь, террористы? А это на самом деле? Это на самом деле граждане Украины. Кого там ни было, уже не бывших. Мы все украинцы. Постреляем друг в друга и убиваем. Пока волонтеры задержаны. Бойцы батальона «Призрак» обещают передать их украинской стороне. Вместе с донбасскими сувенирами. Вот это полетело в стенку, в мебель. А это в диван и тоже рикошет от стены. А это сувениры. Ну, это все осколки от снаряда. Наташа, вы живы. Вот это, я вам сказать, не могу какой-то гратель или ураган. У нас здесь очень страшно. Посмотрите, понаблюдайте, что там движение. Вот близ был, вот здесь вот, слева. Вот между ряда деревьев. Прямо. От тебя где-то на 11 часов. Вот там далеко за станицей. А, далеко вообще? Не. Справа. Перемирие? Да, да, это их перемирие, блин. Это их режим тишины. Позиции ополченцев накрывают минометы. Совсем близко подошел неприятельский бронетранспортер. Его встречают противотанковыми ружьями времен Второй мировой. Это спасибо деду за победу, как говорят. Деду нам оставили такое оружие безотказное. Правда, возраст дает знать. Иногда после каждого выстрела гильзу приходится шумполом выталкивать. В условиях боя это почти подвиг. Там у них есть заготовленная позиция для снайпера, поэтому по ней пока отработаем. Открываем рот. Огонь. Бои в Луганской республике идут по всей линии фронта. Здесь не дня без обстрелов и без потерь. Даже Новый год спокойно встретить не получилось. Выехало два БТРа и начали кататься и отстреливать наши позиции. У них стоит АГС. Пацану мы стояли в окопе. Один подходил к нам, ему попадают под ноги. Перебивают одну ногу полностью, кости повылетали. Вторую сильно посекло. Жгуты наложили, до Луганска не довезли. Скончался парень. Так Новый год отметили? Это второе число, да. А машину побило немножко. Повыбивало, полетело. На поле появляется группа ополченцев. Меняют позиции. Их замечает неприятельский наводчик. Остасались. Видно, как черный силуэт мины пронзает морозный воздух и падает перед идущими бойцами. Перемирие в Луганской республике закончилось после лобовой атаки на блокпост ополченцев, который находится вон у того моста перед станицей Луганская. Бой длился почти 8 часов, но никто дальше моста так и не прошел. Гранатометчики продолжают обрабатывать кусты вдоль донца. Там залегли снайперы. Внимание, снайпер. Ориентир дерево. Хорош, 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 хорош. С высокого берега, где держат позиции ополченцы, прекрасный обзор на ту сторону. Каждый метр хорошо укреплен, каждый куст простреливается. Нападение кажется самоубийством. И они хотели на гражданских машинах проехать незамеченными, потому что если бы военная техника, она сразу бы вызвала подозрения и, соответственно, остановили бы их. Проехать как можно ближе к блокпосту, чтобы произвести нападение, уничтожить блокпост. После боя нападавшие забрали раненых и погибших. Два джипа с польскими номерами бросили. Знак, который на стекле, это и есть в Польской республике. То есть, что получается, они как на сафари приезжают сюда? Ну, наверное, приезжают на сафари отстреливать, а может просто наемники. Лейба на стекле, вот она. И номер. Совпадает. Когда велись боевые действия, и была маленькая затища, я крикнул. Доемща бы меньше щелезь. Оттуда послышался, тыцополяк. А что вы его спросили? Сдавайтесь, будем стрелять, и будем стрелять. Ну, только вот. Заматомана Луганского казачьего округа раньше служил спасателем в 9-1-1. В августе здесь же, у станицы Луганская, получил тяжелое ранение. Три месяца госпиталей. Достает простреленный украинский паспорт. Говорит, что спас ему жизнь. В нем пуля застряла. Вот так. 100 метров от автомата Калашникова. Паспорт с трезубцем прикрыл казаку сердце, которое было уже давно не с Украиной. В славяно-сербске ковровые бомбардировки. За последние дни выжжены целые улицы. В больнице много раненых. Только что, недавно. На работе, на работе был, попал. Ребят, я не знаю, что он просто говорит, я просто в шоке. Я не знаю даже, что ему сказать. Ну, живые остались, слава богу. Ну, да. Осколки достали? А что за осколки, покажите. Осколки, они, конечно, там, через одно и ответствие вышло. Эту больницу уже несколько раз накрывало минами. Обстрел идет и сейчас. Медсестра с какой-то безысходностью отмывает коридор от крови. Что вы мойте? Прячьте. Оставьте, потом вы мойте. Что? Идите в убежище, тут же есть убежище. На операционном столе пожилая женщина. Осколок сделал ее калекой. Видно взрывная травма. Ножественные скотчатые повреждения. Мерца, грудной клетки, живота. Травматическая ампутация левой нижней конечности на уровне нижней третьей воли. Состояние крайне тяжелое. Ногу спасете, да? Ногу не спасем. Она практически ампутирована. В приемном покое рыдает супруг. Еле вытащил ее из-под обломков. Я не мог сам посмотреть на это. Прошли, жена, да. Прошли, лежит, ой, ай, живая, слава богу. Давай быстренько скорую вызвать. Луганские врачи все эти месяцы работают на грани человеческих возможностей. Без зарплат, без света. Машины скорой помощи заправлять иногда было нечем. Вот приватный же план есть перед своими коллегами, перед фельдшерами, молодые, почему у нас есть фельдшера. Их мало осталось. Всего пять человек, вместо 36, которые были. Порядка сотни человек, которые мы вытащили во время обстрела, с оторваны руками, ногами, это уже что-то значит. Теперь вот главврачу Первомайской скорой помощи кто бы сам помог. Станцию разбомбили. Как это так? Вот так вот, посмотрите, раз, скорая помощь. Но скорая помощь Первомайска продолжает работать. Дежурит под открытым небом. Работать-то надо, надо мирное население спасать. И вы знаете, что любое обострение такое социальное, оно вызывает обострение заболеваний. У нас много сердечников, гипертоников. Ой, сколько желчных кровотечений, если бы вы знали. Мы работаем, вывели костер, вы видите, воду нам привезли, наши знакомые хорошие. Сейчас что-нибудь сварим. На передовой бои в тылу ежедневные тренировки и стрельбы. Некоторые ополченцы, даже отслужив украинской армии, стрелять научились только сейчас. Очень тяжело. Ребята практически, ну, знают слово автомат. Более ничего. То есть до такой степени все это было разрушено. Даже элементарные школьные программы не знают. То есть на картинках видели автомат, вы как никогда не держали. Дистанция 600 метров. Упор на подготовку противотанковых расчетов. Опытные гранатометчики во время боев на Бахмутке сжигали целые колонны бронетехники. Главное сзади, чтобы никого не было. Чтобы не пожечь. По готовности. Все сходят в сторону. В прицеле подбита еще в августе украинская самоходная установка. Кричим. За родину! И залп. Огонь! Огонь! Ой, хорошо. Загорелся. Можно сказать, бойцы отстреляли на 5 баллов. Уничтожили Саушку. Хорошо видно. И вон оно второе попадание. С СПГ полностью уничтожено. Развалины домов Первомайска еще дымятся после ночного обстрела градами. Из этих руин смогли достать 60-летнюю женщину. Но ее состояние очень тяжелое. Она сейчас в реанимации. Когда это все закончится, не знает никто. В доме погибла 94-летняя бабушка Андрея Прохомчука. Всю войну прошла. В концлагере была. Все прошло. В закрытом рабоохранении. У нее на руке номер. Именно номер, который ей фашисты накололи в концлагере. И там она прошла с достоинством. Я постель хотела поменять чистую. Нина Хромых перестилала в это время постель. Ракета от града прямо перед ней пробила пуховую перину. И застряла, не разорвавшись, в соседней квартире. Рядом, вот тут. Еще бы трошку и готова была. 40 год прорабыла. Я медсестрой рабыла. Никола ничего плохого не людям не рабила. Теперь швоваться на сто раз не рабыли. Я виновата. Детей вырастила, внуков вырастила. Я теперь не внуков, а в неком правнуков, не в гады по себе уезжала. Мне воды некому подать. Подумайтесь, люди добрые, что вы делаете с нами? Мы же несчастные люди. Мы полгода сидим в подвале. Ну сколько можно? Мы уже Бога молим. Хотя бы дайте нам передохнуть. А люди с детками, с маленькими, уже сердце не выдержит. А вот здесь, судя по всему, работали уже неграды. Скорее всего, гаубичный снаряд пробил крышу пятиэтажки и обрушил целый подъезд. Каждый день Первомайск лишается одного дома. Как еще после всех обстрелов уцелела Голубядня, мэр Первомайска и сам не понимает. Вот эти взрывы, разрывы, все. Это же то же самое влияет на них. А на них влияет, они тоже жалко. Несмотря на войну, символы мира даже птенцов под обстрелом высидели. Вот, пожалуйста. Несмотря на войну, рождается. Да, да, да. Ну потом, кстати, когда... На, одного на ручке. Вот она у нас. Хоть идет война, а все равно... Ах, ну ты! Птенцы скоро встанут на крыло. Самая большая мечта народного мэра – выпустить голубей над Первомайском. Уже не переживая ни за их жизнь, ни за жизнь горожан. Аплодисменты Александру Рогаткину. Александр Рогаткин. Материал 31-й блокпост. Как видим, что на Луганщине ситуация ничем не лучше, чем в Донецке. Сейчас молниеносный перерыв, после которого увидим, как Порошенко отказывается в Тюрихе отвечать на вопросы из зала. Почему он отказался, вернее, ответить на вопросы из зала. Что его хотели спросить. И покажу вам европейцев, которые взяли на себя миссию образумить Европу. Это специальный корреспондент. Оставайтесь с нами. Выдесы совсем скоро. Это программа «Специальные корреспонденты». Мы продолжаем. Возвращаясь к материалу Александра Рогаткина, мы не можем не дать слово Алексею Смирнову. Он на студии режиссер, который занимается гуманитарной помощью на Донбассе. И спасибо вам за то, что вы это делаете. Но ведь то, что происходит, фактически делает невозможным доставку этой помощи. То есть гуманитарная катастрофа, о которой говорят, это просто реальность нынешняя. Ну, вкратце, все, что было показано в фильме, это маленькая толика того, что мы видим. Мы постоянно, мы простые российские граждане, мы не наемники, мы обычные волонтеры, которых постоянно обстреливают с градов и так далее. Мы не можем периодически вывести людей из-за интенсивности обстрелов из Таханова, из Горловки, из Синоваты, из Янакиева и так далее. Тех людей, которые хотят выиграть. Да, и пока вот партнеры, так называемые, рассуждают, кто прав, кто виноват, каждый день люди умирают не только от того, что в них попадают снаряды. Есть, кроме Луганской и Донецкой, куча областей, скажем так, отдаленных, где люди вешаются, топятся, старики с голоду. И этих людей кормим мы. И пока украинская армия обстреливает их, мы туда попасть не можем. То есть не доходит гуманитарная помощь. Так точно. И, помимо всего прочего, я хотел обратиться к россиянам и к предпринимателям. На самом деле, я знаю, как за неделю накормить весь Донбасс. Все, что нужно, это сделать отдельный КПП для пропуска гуманитарных грузов. И второе, это всем предприятиям скинуться консервами и взять под себя какую-то территорию. Маленький один поселок может накормить предприятие. Проблема не в том, что гуманитарной помощи не хватает, она просто даже не доходит, потому что огонь, да? В том числе и поэтому. Но мы рискуем своими жизнями. И пока мы ехали, в том числе и ребята, которые с нами, они гибнут ежедневно. И, ну, то есть для меня объяснений вот этим вот событиям нет. Потому что все, что мы делаем, мы в кого не стреляем. Мы просто попадаем под грады украинской армии и не можем довезти свои грузы. Не можете спасти людей, которых можно еще спасти. Спасибо вам большое. Вот здесь что? Девизионные отряды, здесь НАТО. Здесь кто мешает открыть гуманитарный коридор? Не мешать кормить людей? Отличный вопрос. Это зачем вы мешаете? Давайте задайте вопрос. Кто контролирует украинскую границу? Вот туда вопрос. Пускай откроют коридор. Они контролируют российско-украинскую границу. Что? Кто вам мешает провести грузы? Кто вам мешает? Ваше украинское правительство, киевские гарантии не могут. А с российской территории через контролируемые участки? Вы знаете, пока идет вот такой спор, одни обвиняют других, а одни других. Нужно искать путь к миру. И вот когда говорят, что делают? В первую очередь люди должны понимать, что нужно остановить войну. Нужно остановить эскалацию человеконенавистнических идеологий и пропаганды. Нужно остановить информационную войну и сформировать мнение. Да, но нужно сначала доставить помощь людям, которые не находят. Сколько вот гуманитарных грузов просто попали под грады. Вы же видите своими глазами, что происходит. Это последствия войны. Нужно вернуться к миру. Это понятно. Дело в том, что я вот отвечу этому человеку. Вот через российско-украинскую границу. Значит, объясняю. Официальный даже тот груз, который проходит непосредственно, то есть проверки ОБСЕ и прочее, прочее. Вы умудряетесь приписать туда, что там проезжают снаряды, танки и прочее, прочее. Это эти белые КамАЗы. То есть если сейчас непосредственно говорить еще о дополнительных, да, вот ребятах, которые... Так вы вообще непонятно, в чем их обвините. Вот в чем причина и вот в чем проблема. Более того, ничего не мешает. Это ложь. Потому что сейчас было заявлено, что блокируют гуманитарную помощь. Более того, непосредственно, каждый... Вот эти ребята, они действительно рискуют жизнью. То есть их никто не заставляет, и никто их туда не отправляет. Насильно или еще как-то. Они просто оказывают помощь именно мирным жителям. Они не везут даже ополченцам и прочим. Они просто хотят накормить людей. Те, которые лишены всякой возможности. Уже более полугода они не получают денег. Вообще никаких денег. То есть все те запасы, которые были, они уже истрачены. То есть Украина сейчас сделала все возможное, перекрыв все возможности выехать на ту территорию, получить заслуженные пенсии, социальные пособия. Украина и Киев не имеют возможности. Он не распорядитель этих денег, да. Он просто вот временный держатель, который сейчас обязан выплачивать. То есть эти люди, которые платили налоги в Киев. Как добиться мира? Мы же видим, что Порошенко каждый раз рядится в тогу миротворства после того, как его каратели терпят поражение. Так вот, я 30 декабря был в Донецке. Я говорил с ополченцами. Они полны решимости освободить свою землю. И мир наступит тогда, когда ополченцы победят. Иного не дано. Действительно, уже не все даже в Европе верят заявлениям Порошенко. Тем более, когда во время обстрелов он говорит о том, что он президент мира. Мы знаем, что в Цюрихе произошли массовые акции. И люди вышли с плакатами. И по-своему встретили украинского президента, который выступал в университете Цюриха. Как? Давайте посмотрим. Университет Цюриха, где в свое время Черчилль призывал Европу объединиться. На неделе здесь Петр Порошенко обещал, что с Украиной европейское будущее будет безопаснее и ярче. В свете трагедии под Волновахой и разгоревшейся вновь войны на Донбассе слова президента едва ли звучали убедительно. Европа давно не монолитна в поддержке действий Киева. Голоса тех, кто призывает прекратить гражданскую войну, звучат все громче. Это не первая акция в Цюрихе против войны, развязанной Киевом. Но впервые здесь президенту Порошенко прямо сказали о его личной ответственности за гибель мирных людей на Донбассе. Я крикнула, что я не хочу сидеть с человеком в одной комнате, кто убивает детей и что он все время говорит одну ложь. Андрей Карпачев пришел на встречу с Порошенко с плакатом «Жосви Донбасс». Фраза, понятная каждому европейцу, но покинул лекцию быстро. Рассказы об успехах Украины на фоне ежедневных артиллерийских атак житель Цюриха посчитал лицемерием. Я пришел с этой табличкой. Я приготовил на всякий случай, может быть, как тихий протест показатель. Но когда там началась речь такая, что все в розовых тонах, я знаю, как бомбят Донбасс, как бомбят Луганск, один человек встал, Порошенко задрожал. Две девушки сказали, что он убивает детей, Порошенко задрожал уже побольше. Это не партия или политическое объединение. За Донбасс, против войны и радикальной политики Киева выходят простые жители Старого Света. Те, кто родился здесь, прожил всю жизнь или приехал. Присутствованный виск речи Порошенко может поднять руки. Повинец, он заберет Порошенко. Она была наушная. То есть почти все. Образованному человеку не составит труда понять, что все, что транслируют наши телеканалы, чистая ложь. Во всем винят Россию? Да, конечно. Мне кажется, что разница между той милитаристской пропагандой, которую мы наблюдаем сейчас в Европе, и реальностью все больше растет и уже достигла критического, абсурдного уровня. И Россия, по сравнению с другими странами, действует в этой ситуации наиболее здраво и адапт. Они собираются через социальные сети, переводят друг к другу новости с разных языков, для того, чтобы знать правду, знать то, что не расскажут европейские газеты и телеканалы. Мы видим здесь все. Во время официальных конференций в Донецке на столах микрофоны только российских каналов. Где наши медиа? Где наши журналисты? У меня есть право на информацию, и я хочу видеть всю картину целиком. Правдивую, без политики. Нам все время что-то недоговаривали, лгали по чуть-чуть. Когда на Донбассе умирают люди, нам об этом не рассказывают. Я не могу этого понять, ведь там гибнут дети. Швейцария вроде бы как нейтральная страна, но на самом деле не такая уж и нейтральная. Я не могу себе представить, чтобы страна, которая является членом, в том числе и ОБСЕ, поддерживала убийство детей. Самые ценные и оттого тяжелые и тревожные сообщения из первых рук. От родственников на Донбассе, кто и сейчас под обстрелами украинской артиллерии. Я все узнаю из телефона, когда я разговариваю с мамой или с семьей. К сожалению, со вчерашнего дня у меня нет связи. А так вот в последние дни было очень страшно. Даже сама, когда я с сестрой разговаривала по скайпу, я слышала взрывы. И даже был такой взрыв, что у меня сестра упала на стол, и мы прекратили разговор, потому что она должна была собрать детей и уйти в перегородку. Рафаэль – программист, Кристиан – менеджер, Андрей – инженер, Максим – водитель грузовика, Аурель – адвокат. До Киевского Майдана все они были далеки от политики. Тихая жизнь в спокойной Швейцарии. Теперь они вместе пытаются образумить Европу. Европа, проснись. Санкции против России – это санкции против Европы. С первыми выстрелами украинских градов в сторону жилых кварталов линия разлома прошла и по старому свету. Тех, кто слепо верит Киеву, здесь, вероятно, пока больше. Впрочем, не замечать очевидное уже невозможно. Вчера по телевизору первый раз сказал официальный канал новостей, что Донецк бомбится со стороны Украины. Затянутая речь Порошенко многих разочаровала. Он отказался отвечать на вопросы из зала, а сам так и не объяснил главного – как положить конец братоубийственной войне. Я думала, что у Порошенко есть хороший план, но его идеи нельзя реализовать. Он хочет закрыть границу с Россией, но я знаю, что у многих украинцев в России живут родственники. Если закрыть границу, то как же они будут общаться? Это просто еще больше разожжет конфликт. Его решения утопичны. Очевидно, мнения очень сильно разделились. Речь президента Порошенко показала нам, что на сегодняшний день найти компромисс между сторонами фактически невозможно. Абстрагируясь от западного или восточного типа мышления, жертвами противостояния становится население Украины. Пока Порошенко в Цюрихе говорил, что он президент мира, по городам Донбасса работала украинская реактивная артиллерия. Да, вот такие люди, с которыми встретились в Цюрихе буквально накануне. Петр Николаевич, в чем их только не обвиняют. И главное, что их беспокоят, что их обвиняют в неискренности. Но, тем не менее, их убеждение вполне искренне. И они намерены достигнуть своих целей и убедить Европу в том, от чего гибнут мирные жители на Донбассе. Но ведь если так пойдет и дальше, если Порошенко будет говорить, что он президент мира, когда будет работать реактивная артиллерия по Донбассу, он просто растеряет же своих европейских и даже американских партнеров, которые уже ему возражают и уже, собственно говоря, намекают ему на то, что он говорит неправду. Вы знаете, я бы даже языком дипломатии здорово тут не обсуждал бы оценку ему. Он циник, который идет по костям украинского народа. Это первое, которое надо усвоить как такая уже основу для дальнейших оценок. Второе. Я в Европе был, и вы правильно показали сюжет. Есть две Европы. Есть Европа простых людей, которые в этих рыночных условиях, взаимных каких-то договорных отношениях, работу имеют, имеют какое-то благополучие для семьи. А есть Европа политиков и политиканов. Я откровенно в парламенте Украины филе сказал, он убежал с парламента, когда ему сказал, кровь украинских граждан у тебя на руках. Я тебе говорю, в 2013 году предупреждал, не занимайтесь обманом и фальсификацией истории и особенностей Украины, а поддержите инициативу коммунистов о проведении референдума в Украине. Так вот, последний пример. Я был в Испании. Я встречался с такими же простыми людьми. Особенно, когда вот только санкции ввели фермеры и те, которые хотели выслушать информацию, что происходит в Украине. Когда мы обменялись этой информацией, они меня удивленно спросили. Говорят, Петр Николаевич, а граждане Украины, которые были соучастниками Великой Победы, разве не понимают, что у вас сейчас, благодаря европейским политиканам, разворачивается, по сути дела, разжигается очаг Третьей мировой войны. Вы понимаете, простые люди в Европе это понимают как угроза уже для себя. А есть политиканы, которые, сколько крови не прольется для них, это не имеет никакого значения. Понимают, но тем не менее, почему-то не предлагают рецепт, как все-таки покончить с этим конфликтом, как прекратить насилие. Если Порошенко не предлагает этого рецепта, то кто его может предложить и как покончить с насилием? НАТО может предложить и США. Если они честные, как государство США и НАТО, как международная военно-политическая организация, то они в состоянии остановить Порошенко. Порошенко выполняет в них волю. Их сценарий. И Роберт на одной из передач нам скажет, какой следующий сценарий. Какой другой город Украины будут бомбить. И ваше терпение длительное. Мы на провокации не поддадимся. Спасибо, спасибо вам, Владимир Вольфович. Наше время подходит к концу. Стойкое ощущение, что Киев в последнее время просто оглох и не слышит ни плач Донбасса, ни призывы Европы прекратить войну. Хочется, чтобы побыстрее к киевской верхушке вернулся слух. Это была программа «Специальный корреспондент». С вами был Евгений Попов. Всего доброго.